всем привет не так давно вместе с вами я сажала вот этот вот фаленопсис в новый субстрат вот green garden про хочу показать как он себя чувствует и вот эту котлею это котлея подарок тати смайл ссылку на ее канал я оставлю под этим видео я ее тоже вместе с вами сажала в кору шикарную кору от той же фирмы от того же производителя значит про этот фаленопсис он был убитый он так хотел сильно пить но я не смогла мимо пройти я прохожу мимо как бы ну жалко и да естественно я хочу им всем помочь но не могу не потому что там нет денег они стоят недорого у меня нет места но мимо крапуши я не смогла пройти многие из вас знают что я люблю листочки в краб это моя любовь и ну нет настолько стала жалко его он прям на меня смотрел своими завявшими потерявшими тургор листочками но не смогла пройти вот ну никак и вот у него осталось два листочка там стволик еле-еле тоненький с пальчик но вот меньше чем за месяц вырос у меня вот такой прекрасный листочек вот он сидит именно в субстрате для орхидей вот green garden про есть видео она не так давно посмотрите меньше месяца прошло цветочек был просто здоровый его в магазине не поили но это и большой плюс так бы если бы напоили залили бы и все у него восстановился тургор смотрите какие сейчас смотрите какие стали листочки в том видео видео видно что у него прям тургор весь такой потерянный у него и с корнями беда была но меньше чем за месяц видите раскуклился корешок начал расти прекрасно себя чувствует в этом субстрате там уголь мох и кора вот такой просто классный классный но видите вот не больное растение было просто очень обезвожено вот там вот видно корешок я буду как бы осторожно крутить боюсь повредить вот здесь пятнышко какое-то не знаю кажется не было но сам факт того что растение в этом субстрате себя прекрасно чувствует на дно как всегда я наливаю водички влажность есть мог абсолютно сухой но вот растение как-то восстановилась хотя вода всегда только внизу налита все мне очень понравился субстрат да он простой субстрат где-то есть тоненькая кора где-то толстенькая но кора чистая потому что вот знаете бывает посадишь какой-то субстрат в кору допустим даже просто в чистую кору и корешки начинают куклиться вот что-то не то но это значит что-то вот субстратом соли смолы ну вот ну не идут а в этом субстрате начал расти ну вот наглядный пример есть видео кто меня смотрит знает что не так давно я вот этого больного пациента нашла ну не нашла я его купила конечно но как бы шла-шла увидела нашла не смогла его оставить там и посадила вместе с вами в этот субстрат все хорошо конечно не всегда бывает хорошо естественно к сожалению он и здоровые которым по много лет дома находятся гибну но вот этот малыш жив я думаю что это ну вот по как вот они тоненькие листочки до узкие тонкие похож на муколу но краб не муколы у муколы очень очень тоненький мелкий мелкий краб его много здесь нет не знаю пенлонг черри нет филсандер нет просто у них листья знаю что широкие крупные таких как кругленькие закругляются не знаю кто это что это за малыш цветение же не было море к вам привет передает ходит намыливается ну вот такой тургор вот здесь видите все равно как бы вот морщинки но лист плотный плотный думаю все будет хорошо скоро он уедет к своей хозяйке той которая любит тоже крапушек вот такой вот это субстрат субстрат green garden про где-то корешки подгнили но где-то зелененькие он совсем был бедный правда я к сожалению есть вот ролик но вот когда я его принесла домой я даже ну даже не подумала снять ролик потому что я не думала что он выживет он весь прямо из субстрата вываливался ну вот меньше чем за месяц вот что значит когда не заливают растения в магазине она хочет пить корешки убитые но восстанавливается когда залито появляется много болячек и увы так что я довольно рада надеюсь хозяйку он будет тоже радовать и вот этот субстрат да хороший нет в нем каких-то болячек которые закупливают корни у растения так но а вот это вот тоже вместе с вами это татья смайл сделал мне сюрприз неожиданный меня многие осудили прям так писали что вот ты такая нахалка тебе есть подарили а ты отказываешься я не отказываюсь я конечно хочу это растение естественно кто не хочет но я не хочу чтобы танечка тратила на меня деньги получилось так что я поехала за ее малышом скоро я отправлю ее цветочки к ней она вам покажет их но я приезжаю забираю ее цветок и она мне пишет а это тебе котле ты же любишь котлей конечно я люблю но я стесняюсь понимаете мне так много предлагают давай подарю давай это пришлю давай давай мне стыдно я стесняюсь не должно быть так игра в одни ворота мне подарили я должна подарить еще больше 10 штук вот у меня вот такой характер да и татьяна мне дарит и ну конечно для меня шок и вот я показываю видео да я как бы посадила вот в новую кору шикарную кору мурик батькович подойдите пожалуйста сюда мурик иди сюда не надо не надо рвать коробки не надо вот и столько негативных отзывов не дари ей таня ничего она неблагодарная она такая сякая она на камеру это сняла я что плохого сказала я хочу обратно это не как сказать татьяна купила его для меня это не домашний вот она мне пришлет свою домашнюю котлею да конечно я ее жду я ее буду любить это от татьяну как вот от от танечкиных рук эту я тоже люблю и хочу но вот так вот осуждать человека вот такая неблагодарная разве так можно все что хочу то и снимаю это мой канал и так такие люди есть интересные знаете вот я смотрю я никогда в жизни людям дизлайк не ставлю хоть есть каналы которые да не то что мне не нравится мне все нравится каналы о цветах и не только но есть и неприятные допустим там блогеры но неприятные я никогда им тоже дизлайки не ставлю я никогда их не осуждаю ни в чем во что хотите сажайте снимайте все что хотите мурев и ну какое дело мне ну до осуждения господи и вот ты такая плохая сика это отказываешься от этого я спросила перед тем как татьяна мне вот она мне сказала это тебе сюрприз тебе подарок я спросила тань а у тебя есть такая котлея она говорит нету я говорю ну значит она будет твоя я хочу чтоб она была у тебя естественно вот ну ну как вам сказать но мне приятно конечно мне было приятно я их люблю эти котлеи все у меня нету такой но при этом мне стыдно я стесняюсь я как бы но не привыкла чтобы мне вот делали сюрпризы и такое осуждение понеслось ну пожалуйста осуждайте как хотите но просто я вас ставлю в блог и больше вы конечно сможете просматривать но писать мне и дружбы с маме у меня никогда не будет хоть я очень благодарный человек я всегда помогу и днем и ночью но вот с такими людьми которые вот ты такая неблагодарная чем я неблагодарная ну татьяна сделала мне сюрприз ну мне стыдно я стесняюсь когда вот мне вот делают сюрпризы и тем более станечкой дружу да я не хочу чтобы она тратила деньги на меня не хочу вот такая я тем более у нее нету естественно я оставлю себе потому что после таких отзывов и татьяна на меня обиделась и прям вот такой шквал я просто ну и мне конечно все равно что вот люди такие ну не знаю что это за люди такие как ты такая неблагодарная чем я неблагодарная что я стесняюсь что мне вот подари татьяна сделала сюрприз подарила мне правда ну я стесняюсь как-то неудобно мне мне есть совесть и не хочу чтобы ну на меня человек тратил деньги я понимаю что она от всей души это нормально я все прекрасно понимаю но мне стыдно я стесняюсь ладно бог всем судья как я говорю потом всех рассудит кто плохой а кто хороший вот вот эта кара шикарная многие видели кто смотрел когда я сажала она просто крупная обточенная вся гладкая гладкая и посмотрите пошел в рост вот этот рост уже побольше стал растут корешки корни не закуклились все все прекрасно танечка я тебе обещаю он будет твоим но чтоб ты не обижалась я его выращу поделю и у тебя будет и у меня будет но это наверное будет через год где-то в следующем летом я думаю он уже так ну три-четыре псевдоболь бы нарастит и я тебе все равно его пришлю вот он будет у тебя тоже сюрпризом потому что не должна быть игра в одни ворота я такой человек и он тебя тоже будет радовать и меня спасибо тебе большое за него я его люблю большое большое спасибо но мне хочется чтобы он тебя тоже радовал поэтому жди дорогая поделим а кара шикарная вот что я бы я еще один фаленопсис сажала тоже такой чуть-чуть реанимашка но у него полезли корни полез лист тоже меньше чем за месяц я его подарила своей подписчице подарила вместе с корой но субстратом и с горшочком он уехал уже живет в другом городе так что реально я довольна этой корой советую наглядный пример что здесь не закуклились корни что здесь раскуклился корешок где он вот он раскуклился корешок и пошел рост так что советую кора и субстрат хорошие чистые без всяких там смол всем пока будьте счастливы до скорых встреч